Эх, хочется чего-нибудь такого, знаете, от Гая Ричи. А, пожалуй. Арабская ночь, греча, словно день. И тут где-то заплакал один Робин Уильямс. Точнее, заплакал бы, будь он жив. А так, скорее, в гробу перевернулся. Прости, Робин. Мы все проехали! Здарова, народ! С вами Мел, и вы на канале The Phrase of the Day. Гай Ричи – один из моих любимых режиссеров. Для поклонников вроде меня он – это, конечно же, карты-деньги-два ствола. Большой куш, костолом, рок-н-ролльщик. Ну, а Шерлок Холмс по версии Ричи в исполнении Роберта Дауни-младшего – моя персональная любовь, страсть и уважение. Это было бесподобно. В карьере этого режиссера случались странные отрезки. Но если его унесенных с Мадонной в главной роли, на которой он был женат, я еще могу как-то понять и объяснить, то зачем он связался с Диснеем? Да как зачем? Ради денег, разумеется. Снял, кстати, в итоге неплохо. Мне фильм понравился, хотя его вытянул Уилл Смит. Вряд ли с этим кто-то будет спорить. Но вот той полюбившейся нам режиссерской изюминки в фильме не было. Вообще, в последние годы стало складываться ощущение, что гонорары у Ричи становятся все больше, а режиссерской принципиальности становится все меньше. Сначала его занесло в шпионский боевик агенты Анкл, кстати, неплохой. Потом средневековый мир короля Артура. Ну а там уж собственная Арабская ночь. Почему бы и нет? И вот когда многие из нас уже отчаялись увидеть любимый почерк режиссера в стиле криминальной Англии, старина Ричи вернулся с джентльменами. К этому фильму можно относиться по-разному. На первый взгляд ничего экстраординарного и крышесносного в нем нет. Но! Чарли Ханнам, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэтью МакКонахи – вот четыре причины, по которым этот фильм уже стоит смотреть. А тот непередаваемый стиль, за который мы ценим классику от Ричи – он вернулся. Режиссер подошел с педантичностью немецкого автостроителя и точностью хирурга ко всем мелочам. Далеко ходить не надо. Ричи сам подбирал одежду актерам. По словам Чарли Ханнама, тот провел с ним полдня в своих любимых магазинах одежды, подбирая образ для Рея. Мы провели там три или четыре часа, примеряя различные костюмы. Фактически, мы полностью составили гардероб Рея в одном этом магазине. Гай очень элегантно одевается и очень четко представляет, в чем должны ходить все герои его фильма. Джентльмены – это настоящее сокровище. Интересного там столько, что если бы я попытался уместить все в один ролик, такой ролик длился бы не меньше часа. Поэтому я выбрал только самый сок, то, мимо чего просто нельзя пройти. Но даже при таком раскладе уместить все в один ролик попросту невозможно. Поэтому мы поступим следующим образом. Давайте наберем хотя бы 100 лайков под этим видео, и я выпущу вторую часть. Вот прямо сейчас ставьте видео на паузу и нажимайте на большой палец вверх. Я искренне люблю своих зрителей и стараюсь для каждого, кто меня смотрит. Покажите мне, что это взаимно, ребят. Лайки и комментарии очень помогают продвижению видео и мотивируют меня делать новый контент. Как говорится, вам не сложно, мне приятно. Ну и давайте начинать. Смеш-кат. Это технический прием, которым пользуются при создании искусства кино. Во время монтажа фильма делается резкий переход от одной сцены к другой. Так вот в синематографе все это время выбрасывают, делают монтаж. Для усиления эмоционального эффекта это делается в тот момент, когда зритель совсем этого не ожидает. А сменяющие друг друга сцены при этом, как правило, диаметрально противоположны по содержанию. Например, переход от сцены убийства к кадрам с щеночками или размеренной прогулке по осеннему лесу. Плаг — это штекер, или наоборот, разъем или розетка. И самый элементарный перевод Pull the Plug — это выдернуть вилку из розетки. В разговорной форме встречается вариант перекрыть кислород. А здесь идет речь о сделке, поэтому в данном случае больше всего подходит значение сорвать сделку. Отличный пример того, как работает The. Всеми нами так горячо любимая The или The. Те, кто когда-нибудь пытался разобраться, где же все-таки ставить A, а где The, знают, что A dog — это вообще какая-либо собака, а The dog — это конкретная собака, которая тебя цапнула. Так вот, здесь Флетчер уточняет — это тот самый лорд Пресфилд. В современном английском, как это ни странно, много архаизмов, пришедших из Ирландии, Шотландии, Уэльса. И «джагон» корнями уходит в Шотландию аж 17 века. Впервые появившись в песне Фрэнсиса Сэнфилла «Мэгги Лодер», «джагон» и по сей день значит «проваливай, свали в туман, убирайся своей дорогой». Ну и все в таком духе. «Доу» — это бабки, а «олдзоу» — это когда у вас все с этими бабками хорошо. А вот «фак» кажется какое-то нехорошее слово, да? Все верно. «Фак олдзоу» значит, что этих бабок нет ни шиша. Многие из нас сталкивались со сленговыми названиями крупных денежных сумм. Косарь, лям, лярд, ярд и так далее. Так вот, сейчас вы удивитесь. На британском острове в тысячах километров от нас говорят так же. Half a yard. Пол ярда. Забавно, что даже для англоязычной аудитории в самом фильме сделана специальная сноска, чтобы зрители поняли, о чем идет речь. Как у нас чаще всего в компании называют друзей. Ну, не знаю, ребята, братва, парни. А вот если вы в английской компании, особенно если это компания пиратов, подойдут такие слова, как «mates» или «lets». Ну, а если вы хотите еще идти в ногу со временем, то при обращении к парням отлично подойдет часто встречающийся в фильме «чапс». Не отвлекаемся, парни. Продолжаем. Вряд ли кто-то этого до сих пор не знает, но на всякий случай. Существует четыре стратегии ведения деловых переговоров. Уклонение. Как правило, при слабой позиции обеих сторон, которая ведет к срыву сделки и проигрышу обеих. Приспособление. То есть тактическое поражение вашей стороны и победа оппонента. Соперничество, ведущее к победе над оппонентом любой ценой. И, наконец, сотрудничество, то есть взаимовыгодный выигрыш. Суммируя это «lose-lose», «lose-win», «win-lose» и «win-win». А последний и говорит Майкл. Сделка выгодна, с какой стороны ни посмотри. Фэнси значит не только модный или красивый. Это еще и хотеть чего-то. Это драка. Моя школьная учительница по-английскому сейчас бы обливалась кровавыми слезами, глядя на построение этого вопроса. Где вспомогательный глагол? Где конструкция «do you want to»? Выходит, у настоящих живых англичан все проще. Как говорится, я хотел сказать «вот тебе глагол, вот тебе существительное». И готов вопрос. Подраться хочешь? Будьте отдохнуть, мэм. Я тебя сочетаю. Только что, что ты можешь сочетать твои англичанцы, сын. Теперь, возвращай два степа. Забавно все-таки, как у нашего сленга с британским много общего. Слово «weds» здесь переводится дословно. И угроза это значит дословно. «Замочу». Коуч отвечает игрой слов. Единственное, что ты можешь замочить, это свои штаны, сынок. Есть у англичан такая поговорка «no good deed goes unpunished». Дословно переводимое как «ни одно доброе дело не остается безнаказанным». По-русски она лучше и привычнее звучит «хочешь как лучше, а получается как всегда». Или «не делай добра, не получишь зла». Еще с натяжкой по смыслу похоже на «благими намерениями выложена дорога в ад». Впрочем, это уже совсем другая история. А вот здесь забавная штука с игрой слов и разницей в интерпретации. Смотрите. Есть такой популярный английский оборот. «Do you mind?» Переводится «не возражаете, если я что-то сделаю». Прикол в том, что в английском варианте такой вопрос задается без отрицания. То есть дословно он звучит «возражаете, если я что-то сделаю». Таким образом, вежливый ответ на него будет «of course not». Конечно, нет. А вот чтобы выразить то, что ты возражаешь, нужно согласиться. По-русски же ответ на «вы не возражаете» может быть «нет, не возражаю», порождающий двойное отрицание. Или просто «возражаю». Мне это немного напоминает элементарную математику, где минус на минус дает плюс. Так вот, в английском ситуации минус на минус не существует. Хм, интересно, а как у них в математике? «Три колеса... три... что?» Давайте разбираться. «Benching» — это «жим лёжа». Ага, становится понятнее. Значит, Банни жмёт штангу. Видимо, у «уилл» здесь — это диски. Они же блины для штанги. Значит, Банни жмёт штангу с тремя блинами с каждой стороны. Самый большой стандартный блин — это килограмм 20-25. Хм. Я бы сказал, что Банни жмёт от груди 120, а то и 150 кг. И это без учёта грифа. Как и со многими английскими выражениями, о чём это в целом понятно при дословном переводе. Ты не хочешь наступать ему на пятки. Переводя на нормальный русский, получим «к нему лучше не лезть» или «с ним лучше не связываться». Несложное выражение, которое стоит забрать к себе в копилку. «Оу» — это быть должным или обязанным. А «to what do I owe» — это наше русское «чем обязан». А вот тут даже долго рассказывать не буду. Улыбнитесь, запомните и поехали дальше. Положь трубку. Чего? Положь трубка. Чего? Чего положь? Трубка. Не положу. Ложи трубку. А почему это? Вообще, по науке «unsee» — это «забыть». Но вы думали, откуда появилось знаменитое «как это развидеть»? Как вариант вот отсюда. Из легендарного неграмотного перевода пополам с английским сленгом, ребят. У англичан все, что касается мужества, связано с кишками. На канале когда-то давно был коротенький ролик про выражение «it takes guts». Вот и «have the stomach» недалеко от него ушло. Если у тебя не хватит духу сделать это самому, баня тебе поможет. Как видишь, он одет по погоде. Все-то у этих англичан связано с погодой, да? Это не единственный, дарлинг. Я не манг. Что ты думаешь, Синда? Ты ежеджер. Ман. Этим словом характеризует людей с ограниченными физическими или умственными способностями. Подходящий эпитет можете придумать сами. Впрочем, коуч в следующем кадре все вполне доступно разъясняет. Ну что же, кажется, пришло время подводить итоги. Любите вы творчество Гая Ричи или нет, фильм однозначно рекомендуется к просмотру. Хотя бы по той простой причине, что такого ощущения английского стиля вам не даст ни один из фильмов сезона 2019. А такого качественного английского языка не сыскать во всей Англитерии. Английский в «Джентльменах» сложный. Фильм словно пытается вывалить на вас все свои козыри сразу. И первые минут 20 смотреть откровенно тяжело. Зато когда втянетесь, за уши не оттащишь. Переливы лондонского кокни ласкают слух. И внезапно на физическом уровне начинает хотеться сесть на честный, потертый, скрипучий стул в каком-нибудь пабе доброй старушки Англии. Возвращаясь к английскому языку. Он в «Джентльменах» ровно так же крут, как и сложен. Начинающие, скорее всего, поймут в лучшем случае отдельные слова. Но если хотите насладиться звучанием английской речи и при этом что-то понять, смотрите с русскими субтитрами. А вот для продолжающих и уверенно владеющих английским языком, этот фильм – рай. Смотрите его с английскими субтитрами или без субтитров вовсе и получайте удовольствие. Фильм будет выложен в моей группе в Телеграме. Подписывайтесь и смотрите на здоровье. Ролик отправляется в плейлист для продолжающих. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Мел. Скоро услышимся. Пока.